Здравствуйте! Мы сегодняшний наш концерт посвящаем Николаю Алексеевичу Некрасову и его памятной дате, его 190 лет со дня его рождения. В прошлый раз, когда мы с вами встречались, вы, может быть, тоже помните, речь шла о Достоевском, которого было тоже 190 лет. И вот, знаете, есть удивительное, странное, на первый взгляд, сближение Достоевский и Некрасов. Они ведь не современники, а сверстники, в смысле этого слова, Достоевский на один месяц старше Некрасова. И их жизненные пути как-то перекрещивались, ведь на 17-м году жизни они оба оказались в Петербурге. Они оба бедствовали в начале 40-х годов. В журнале, лучше сказать, в сборнике Некрасова «Физиология Петербурга» появился первый роман Достоевского. Был впервые, так сказать, введен в литературу. А, Достоевский. Потом, после возвращения Достоевского и ссылки, это был уже 60-й почти год, Некрасов и Достоевский встречались реже. Их жизненные пути, хотя и шли рядышком, но они встречались редко, и, я бы сказал, были на разных жизненных позициях, разных мировоззренческих позициях. И много их разделял. Хотя Достоевский бывал у Некрасова на его квартире в Литейном, на Литейном проспекте. И, так сказать, время от времени какие-то были взаимные разговоры, и переписка даже Достоевский неслучайно подчеркивал, что раненая на всю жизнь сердца Некрасова вбирала в себя боль, вбирала в себя все страдания других. И в этом был его исход. В этом было его спасение от самого себя. Это, наверное, вот так и есть. И это очень существенные моменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Выступает заслуженный артист России Глеб Михайлович Елисей Я книгу взял, восстав от сна И прочитал я в ней Бывали хуже времена Но не было подлей Швырнул далеко книгу я Уже ли мы с тобой Такого века сыновья О, друг, читатель мой Нынче скромен наш клуб именитый Редки в нем и негромки пиры Где ты время ухи знаменитой Где ты время безумной игры Воротили бы, если б могли бы Но, увы, не воротишься ты Очень жаль, что тогдашних обедов Не могу я достойно воспеть Тут бы нужен второй грибоедов Впрочем, муза Не будем робить Начинай Москва день субботний Петербург не лишен едоков Но в Москве плодоядней Животней этот тип Среди полных столов Вот редком старики объедалы В пятером им четыреста лет Вид их важен Чины их немалы Толщиной уже равных им нет Раздражаясь из каждой безделки Порицают неловкость слуги И от жадности вместо тарелки На салфетке валят пироги Шевелясь, как осенние мухи Льют, роняют Беспамятны глухи Взор их медлен Бесцветен и туп Скушав суп Старина засыпает И, проснувшись, слугу вопрошает Человек, подавал ты мне суп Петербург Вот петух престарелый Я так живо припомнил его Окружен батареей целой разных вин Он не пьет ничего Пить любил он Я думаю, море выпил в долгую жизнь Но давно пить ему запретили О горе! Старый грешник играет в вино Наслаждение его роковое Нюхать, чмокать К свече подносить И раз двадцать вино дорогое Из стакана в стакан перелить Перельет и воды подмешает Поглядит и опять перельет Кто послушает, как он вздыхает Тот мученье старца поймет Выпить, что ли, опаснее яда вам вино? Закричал ему врач Ну не буду, не буду, палач Это сцена издантово ада Рядом юноша стройный, красивый Схожий в профиль с великим Петром Наблюдает с усмешкой ленивой За соседом своим чудаком Этот юноша сам возбуждает много мыслей Он так еще млад, что в приемах большим подражает Приправляет кайеном салат Портер пьет Объедается мясом Наливая с эффектом вино Замечает искусственным басом Отчего перегрето оно Очень мил этот юноша свежий Меток на слово В деле удал Он уж был на охоте медвежий И медведь ему ребра помял Но Сережа осилил медведя Кстати, тут он узнал и друзей Убежали и Митя, и Федя Не бежал только Егерь Корней Это в нем скептицизм породило Люди свиньи Сережа решил И по-своему метко и мило Всех знакомых своих опрестил Знаменит этот юноша русский Отпечатано имя его на подарках Сей труппы французской Говорят, миллион у него Признак русской широкой породы Жажду выказать личность свою Насыщает он в юные годы Удальством в рукопашном бою Гомерической дикой попойкой Приводящей в смятенье трактир Да игрой, да отчаянной тройкой Он своей молодежи кумир С ним хорошее общество дружно И он счастлив, доволен собой Полагая, что больше не нужно ничего человеку Друг мой, маловато прочесть два романа Да поэму Монго изучить Эту шалость поэта Улана Чтоб достойно и доблестно жить Недостаточно ухарски править Час на бешеной тройке стримглав Двадцать тысяч на карту поставить И глазком не моргнуть проиграв Есть иное величие в мире И неторный ведет к нему путь Человеку достойней и ширей Можно силы свои развернуть Николай сказал Евгений Валентинович Русская народная песня Карапейники Эх, полным полна коровушка Есть и ситис и борча Пожалей, душа, за злобушка Мало детского плеча Выйди, выйди в рожь высокую Там дорочкой погожу А свои жучель на окою Все товары разложу Волты палала, что в ванне ждет Удалый молодец Чудить вонт Пришла желанная Продает товар купец Цены заплатил немалые Не торгуйся, не скупись Поставляй-ка губки Алые ближе к молодцу садись А тебе нежно торгуется Все боится передать Парень с темицей целуется Просит цену он обомлется Знаны только ночью Темные, как полагали они Раскулись ты, рожь высокая Тайна свято забрали Раскулись ты Трожь высокая Хайдо свято забрали Эй!